Сегодня очередная тренировка. Прошел где-то месяц после того, как начал подготовку к чемпионату России в старших государственных группах в середине апреля и потом через три недели в Московской области по взрослым. Все это в 69. Ну после Кубка и области, кстати, у меня тоже получилось задворить. Выступал на Кубке и на области и был месяц перерыва и подготовку к весеннему сезону решил начать не за два месяца, как обычно, а решил за три. Потому что тренировок мало, организм не успевает восстанавливаться и получается, что к соревнованиям только-только набираешь форму, а хочется не только набрать, но и прибавить. Потому что, судя по последним соревнованиям, на Кубке я поднял по-моему 87 блин, я уже не помню. 87, ну грубо говоря, 115, а на области 90 118. Сам не ожидал и давно не поднимал такие килограммы много-много лет, потому что травмы были, подготовка была в 62, а эти килограммы в 62 это почти рекорды России. Ну что я хотел, кстати, поднять, увеличить, но полезли травмы и я так понял, что как раз из-за вот этой, ну не сгонки, сгонял я долго, полгода, аккуратно, но все равно нехватка питательных веществ все равно сказывается. И поэтому я решил в 69, сейчас я вешу 70. Ладно, надо делать. Вот это межсезонье в виде месяца-полтора, который можно так назвать, немного откатил. Ну, грубо говоря, килограмм по 5 в каждом движении, потому что подготовки не было к соревнованиям, результаты высокий не держал, просто поддерживал форму. И сейчас прошел, ну почти месяц прошел, кстати, не месяц, 3, 3 недели, и я уже вырвал 82. Это как раз тот пик тренировочный перед прошлыми соревнованиями. Отлично. Ну, другого и не следовало ожидать в рывке, потому что в толчке картина немножко другая, там 102. Но это мало. Надо хотя бы 107. Но результаты у меня такие, я всегда на соревнованиях поднимаю больше, как я уже говорил, за счет подготовки, подводки, эмоционального настроя тоже, психологического. Ну, так устроена конституция, а кому-то надо на тренировках поднимать, соревновательные веса, ну, всех по-разному. Вот. Сейчас подготовительный период идет. И тренировки объемные. Объемные и силовые. Ну, взять, если, например, рывок, это по 3-4 подхода в стойку, потом идет рывок в сет, по столько же подходов, а то и больше. И подъемы не на 1-2 раза, а там и по 3-4 есть на начальных подходах. Так что на начальных весах, ну, на средних я имею ввиду. А вот. Так что, ну, я считаю, это как раз именно та база, которая создает платформу. Платформу к предсоревновательному периоду, где меняется структура подготовки. Результат, естественно, начинает вырастать, потому что идет специализация рывок-толчок. И плюс еще подводка накануне соревнований. Вот вам, пожалуйста, две ступени улучшения результата. Просто за счет правильной подготовки к соревнованиям. Ну, если по этому подходу, вроде как прет. Так что посмотрим. Хотелось бы 72% заколотить 100%. Вообще, я надеюсь, будущий сезон подготовки к весне очень хорошо раскладывается. Потому что удалось восстановить старые болячки во время паузы. Болела нога, болело колено. За счет закачивания, ну, не только за счет закачивания, а грамотного такого закачивания. И период отдыха, то есть восстановления. Получилось так попасть так вот хорошо в восстановительный процесс колена. Что если раньше, либо приходилось либо обезболивающее, если прям колет. Боль была такая, ну, у меня, кто знает, я говорил, диагноз-то, блин, травма-мениск. Очень хитрое такое название, травма-мениск. Что такое травмы? Такое понятие растяжимое. Разрыв, надрыв, синяк. Ну, травма-мениск. Ну, последствия какие были, кстати, могу рассказать, это я в течение двух недель хромар. Хоп, блин, хромал. Ну, вплоть вот как будто вот с палочкой ходишь, люди вот так вот. Не мог ногу сгибать, потому что когда сгибаешь, такое впечатление, ну, как-то связки что-то срабатывали. А не, короче, колено, ногу в обратную сторону. И боль такая резкая, острая. В общем, на... Вот хорошее обезболивающее, аркоксия. Причем мне посоветовали лифтеры. Сначала был дебилдер, и сославшись на лифтеров. Вот так вот. И когда пришел к травматологу, и я ему рассказал, что я начал использовать, и у меня появилось облегчение, он мне сказал, а я тебе другого не назначу. Так что, аркоксия, форева, она меня восстановила. Но надо было не тренироваться три недели. Ладно, это было давно. Смысл в другом. Ах, блин, пора делать. Сори. Если у кого-то кружится голова, когда я хожу здесь в зале, ну, зону небольшой, а ходить надо обязательно. Потому что, если сидеть, это большая нагрузка на сосудистую систему, и организм дольше и хуже восстанавливается. Так что, в течение всей тренировки, неважно, тяжелая или легкая, и неважно, я делаю жимы или приседания, я хожу и советую всем своим спортсменам. Так что, те, кто сидят, они делают неправильно. Это большая ошибка. Первый подъем в полуприсед взял, да? Чуть на заднюю ранил. Что-то как-то не так пошло. Вообще, некоторые говорят, бери в псет, а я беру в полуприсед, потому что это все травма колена. Хоть и она сейчас позволяет это делать, но, как и все травмы, они сидят в голове. И как бы ты не хотел, так или иначе, это сказывается. Вот в данном случае, хочешь вырвать фет, а не лезет. Но, это вариант уже лучше. Потому что, раньше было еще хуже. Сейчас как раз работаю над этим. В толчке хорошо получается. Я прям это чувствую, что беру все это. Правда, колено потом ноет. Кстати, из-за этого сейчас отдыхал два дня. Кстати, много кстати в этом сезоне. в прошлом я тренировался два раза в неделю и работал на максимальных весах. Потому что, ну и отдыхал по два, по три дня, получалось так. Потому что, не успел восстановливаться. На следующий день вообще ходишь как сосиска вялый весь. На другой день более-менее. И вот как раз через два дня на третий чувствуешь определенный, ну там прилив сил, там желание потренироваться и так далее. Вот сейчас перешел на три. То ли в голове переключилось, то ли пришло из межсезонья пока. Так что, неизвестно, может быть, перед соревнованиями опять уйду на двухразовую тренировку. Но, во всяком случае, сейчас пока удается. И удается восстанавливаться. И сейчас, когда отдохнул два дня, вот после того, как ныли колени, вчера, например, попробовал присесть без веса и прям почувствовал, кстати, какая сейчас, да, боль проявляется в колене. Это такая острая, как будто иглой раз в колено воткнули, только изнутри. Не снаружи, а изнутри. И вчера утром такой момент присутствовал, я решил не тренироваться. А вечером дома сделал вообще без проблем. Так что, очень сложно себя заставить не заниматься. и получилось, получилось не тренироваться. И сегодня в общем-то удачная должна быть тренировка. Судя по 67 килограммам. Ну, многое прибавлять не стал. Прибавил двушечку для начала. А там посмотрим. ну вот, 70, хорошо зашла. как сегодня сказал 90% про свой подъем хороший. Так что, все идет по плану. 72. Вообще, подготовка меняется в зависимости от такого функционального состояния организма и его возможностей. Отсутствие травм. кстати, те, кто меня хорошо знает ну и вместе поднимает на соревнованиях. Я перешел на тяги и приседания пока не в полной мере. Тяги делаю по две в каждой тренировке. Но увеличиваю постепенно. Раньше была одна. Потому что сказывается кстати не только на колени, а вот под коленом не знаю почему вроде бы под коленом впереди кость но именно там происходит такое как же это назвать не боль а как будто сводит что ли фиг знает какая-то микромышца что ли или микросвязка скорее всего наверное и все я сразу прекращаю кстати совет возрастным спортсменам если чувствует какой-то дискомфорт или проблему сразу прекращайте выполнять это упражнение и даже этот подход то есть не надо доделывать потому что прямой путь к травме это и говорю своего опыта кстати опыт по травмам я получил после окончания своей спортивной карьеры основной и когда занялся возрастным спортом вот так что у меня три подхода хотелось бы в глубине души поднять 75 на два раза это супер кстати я сейчас посмотрю у меня записаны рекорды надо глянуть какой там на два раза был у меня в прошлых сезонах в прошлых Уже не так бодренько, да? Но все равно ей поставилось 75. Сейчас надо хорошо настроиться и поднять, тоже определенная психологическая подготовка, а когда еще можно научиться настраиваться? Только на тренировках. Давай. Отличная тренировка. А, и по ходу приседаний-то я не рассказал. И делаю по одному подходу приседания. К сожалению. Двадцаточки просто вешу на гриф. Иногда 60, иногда 70. И приседаю практически до предела. И, естественно, на следующий день немножко, или там в этот же, не, в этот же день практически не бывает, на следующий день немножко ноет колено. Вот как раз тот предел или тот сигнал, который говорит о том, что достигнута вот этот вот планк, который дальше ведет либо к возобновлению, может быть, так сказать, травмы. Ну, естественно, я до этого не довожу, а получается, что с каждым разом вот эта планка, она все больше и больше поднимается. То есть постепенно я перейду на три тяги и постепенно начну делать по нескольку подходов вот на эти приседания 60 килограмм и потом начну увеличивать. Итак, хотел уже закончить тренировку, сходил, посмотрел свои рекорды. 77 на два раза, факинг счет, блин, и было это очень давно, 10-й месяц 2016 года, это как раз когда я готовился к России в старших государственных группах и поднял 87, ну, в принципе, как раз тот уровень, который сейчас был в последних соревнованиях. Так что 75 это только начало, надо дать и до 77, ну, это как минимум, это как планка. В принципе, два месяца запросто. Вот 80 бы порвать, а? На два разика. Был бы вообще зашибись. Ну, в планах прибавить, выйти за 90, а в толчке как минимум 120. Продолжение следует... ... ... ...